Мьютини Пикчерс Производство Эмералд Джайант Не знаю, зачем я это пишу. Я не хочу. Не чувствую в себе силы. Это так утомляет. Но надо продолжать. Ради тебя. Эмералд Джайант В ролях Александра Лорет Джо Маллинс Жане О'Коннор, Клара Харт и Марк О'Коннор Продюсеры Александра Лорет Кевин Пантутти Питер Галланд Джоан Бутчер Сильвия Мур Роб Гил И Зеп Мур Художник Питер Галланд Оператор Соня Цыпина Композитор Роберт Коберн Альфор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделай что-нибудь Стой! Желтые обои Девушки отдыхают Сестра? Джон, как поездка? Долгая и скучная И хорошо Не часто такие скромные люди, как мы с Джоном, снимают на лето фамильные замки Дом с привидениями Вершина романтического блаженства Но для меня это чересчур Но я горжусь, что в этом есть что-то извращённое Иначе почему аренда так дёшево? Вот, позвольте Джон смеётся надо мной Но это издержки брака Что ты думаешь? Что ты думаешь? О, чудесно Кто владелец? В данный момент суд Два брата отчаянно оспаривают документы о наследстве Но на лето Дом наш Обожаю эту гостиную Она красивая Идём Покажу тебе спальню Кто жил в этой комнате? Наверное, это была детская И комната для игр Просторная С окнами И прекрасными видами Идём А там у нас сад и дендрарий Посмотри на этот вид Если я прав, на рассвете солнце будет светить сюда А закат можно видеть там Мы можем узнать точное время, чтобы не пропустить ни одного прекрасного заката Есть что-то странное в этом доме Особенно в этой комнате Давай займём комнату внизу Которая выходит на подворье с розами Она маленькая, и там одно окно Это намного лучше Но я... Это лучшая комната Внизу всё сделано Конечно Тебе ничего не кажется странным? Но я не хочу сказать... Я не могу сказать... Врач говорит, что вино меня возбуждает, но стаканчик не повредит, хотя он прав. Продолжение следует... Продолжение следует... Что, дорогая? Ты слышал? Что слышал? Этот звук... Неважно. Давай спать. Спасибо. 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 Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. 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 Привет, дорогая. У нас найдется все, что нужно. Помни, чтобы писать, тебе нужно накопить силы, а чтобы есть, нужен аппетит. Но воздух... Воздух доступен нам всегда. Запомни, ей нельзя работать больше часа. И ей нельзя писать. Она очень талантлива, но материнские обязанности сейчас превыше всего. Разумеется. Увидимся вечером. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Нет. Нет. Такие... такие случаи, как у меня. Дорогая, сколько раз я должен повторять? В городе много людей. Наверное, там проводятся исследования таких заболеваний. Прошу, послушай. Нельзя вечно думать о своей болезни. Вот сегодня, например. Был прекрасный день. Ты гуляла, держала ребёнка. То есть мы уже видим пользу? Да. Я знаю. Поднимайся наверх и ложись в постель. Мне надо ещё поработать, а потом я приду. Хорошо. Мы здесь уже две недели, и с самого первого дня у меня нет желания писать. Я сижу у окна в этой отвратительной детской. Ничто не мешает мне работать сколько угодно, но нет сил. Джона нет весь день, а иногда и ночь, когда случай сложный. Хорошо, что у меня не сложный. Но я нервничаю и впадаю в уныние. Джон не знает, как сильно я страдаю. Он знает, что страдать нет причин, и успокаивается. Конечно, это очень нервирует и угнетает. Доброе утро. Есть хотите? Вам надо есть и принимать лекарства. Я обещала Джону проследить за этим. Он о вас заботится и хочет, чтобы вы поправились. Он не думает, что со мной что-то не так. Ну, он думает, что я грущу, как трясогуска. Поэтично. Я думаю, он прав. Ничего страшного нет. Но иногда я чувствую себя больной и усталой. Я неблагодарна. Вы должны стать счастливой. И тогда вы сможете писать. Вряд ли Джон так считает. Он думает, что в работе причина всех моих проблем. Он очень любит вас. И хочет, чтобы у вас было лучшее лечение. Мы все вас любим. Я знаю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Решётки на окнах. Фантазии нервно больных пациентов ведут к жёстким мерам. Останешься сегодня? Надо вернуться в клинику. Два сложных случая, и ещё за одним надо проследить. Как управлюсь, сразу вернусь. Но, видимо, придётся остаться. Мне сразу лучше, когда ты здесь. И хуже, когда тебя нет. О, моя маленькая прелесть. Хотел бы я всё время быть с тобой, но надо платить за дом и за ремонт. Я не могу бросить пациентов. Я знаю. Извини. Всё в порядке. Отдохни. Дженни принесёт тебе обед. Спасибо. 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 Июнь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Июнь. Субтитры сделал DimaTorzok Июнь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Всё в порядке? Субтитры сделал DimaTorzok Вы пролежали весь день и весь вечер. А мне вчера приснился чудесный сон. Хотите, расскажу? Конечно. Это история композитора, который приехал в точно такой же дом. Приехал писать симфонию. Но в доме обитал призрак женщины. Да. Призрак одной известной танцовщицы. Она влюбилась в его музыку и стала танцевать под фортепиано. Это вдохновляло его всё больше и больше. Музыка была прекрасна, как её танец. Красота музыки и танца связывала их всё теснее. Но он становился сильнее. А она со временем слабела и угасала. Когда он заметил это, то начал играть спокойнее и медленнее. Спокойнее и медленнее. Максимально приглушая звук, чтобы продлить её танец как можно дольше. Когда он закончил симфонию, когда взял самую последнюю ноту, которую он стремился держать до бесконечности, в этот самый миг её образ и стаял, и она исчезла навсегда. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Все хорошо? Это я тебя должен спросить? Ну, тебя не было три дня. Два. Ладно, два. Мы пришли к соглашению. К соглашению? По кому? Он знает. Ты снова начала писать? Мы же договорились. Договорились? Мы все здесь ради тебя. Ради меня? Ты уходишь, а я остаюсь здесь одна. Милая, ты знаешь, что я должен лечить пациентов. И Дженни заботится о тебе, пока меня нет. У тебя прекрасный дом. И сад. Я понимаю, твоя работа важна, но... Малышка. Дорогой Джеймс, прости, это письмо касается твоей сестры Джейн. Она потребовала, чтобы ты приехал, и в данных обстоятельствах это может быть полезно. Я знаю, что это дурные вести, но, боюсь, состояние Джеймс не улучшилось, и она просто пренебрегает лечением. Она не понимает, что на карту поставлена наша семья, не говоря уже о ее здоровье. Я делал все, что мог, но, кажется, исчерпал все возможности. Похоже, мне придется отправить ее в лечебницу. Возможно, выслушав мнение другого известного врача и своего брата, она покорится и начнет лечение. Поэтому надеюсь, что ты приедешь к нам при первой возможности. С уважением, муж твоей сестры, Джон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так-так. Как ты, сестра? Устала. Тело такое слабое. Понимаю. Мы попробуем другие лекарства и дозировки. Ты отдохнешь, и будешь лучше спать. Давай ты будешь меньше работать в саду, пока тебе не станет лучше. Это займет несколько дней. Если ты придешь в себя и отдохнешь, то пойдешь на поправку. Вот так. Я не могу. Я не могу. До встречи. Я не могу. 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 Я расположила. Продолжение следует... 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 Они пачкают всё подряд. Ваши одежды в жёлтых пятнах. И Джона тоже. Это уже не отмыть. Вам нужно быть аккуратнее. Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДимаTorzok Добавил ДимаTorzok Добавил ДимаTorzok У вас всё хорошо? Джейн? Почему дверь заперта? Всё хорошо. Просто отдыхаю. Принести что-нибудь? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Добавил ДимаTorzok Как прошёл день? Как всегда. Скучно. Как ты? Чуть лучше. А как ты? То есть, как работа? Прекрасно. Всё приходит в норму. Но, конечно, я беспокоюсь за тебя. Ты не пойдёшь гулять? Сад очень красив. Может, завтра. Сегодня я устала. Погуляй. Свежий воздух тебе полезен. Ты прав. Завтра непременно погуляю в саду. Спокойной ночи. Спи спокойно. Спокойной ночи. 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 Продолжение следует... 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 Режиссер Кевин Пантутти Режиссер Кевин Пантут Режиссер Кевин Пантут